МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире ты собственник, программа о том, как сделать жизнь комфортной, а сфера ЖКХ понятна и доступна. С вами Ирина Канева. Здравствуйте. И видно, и не видно. Результата никакого ни в одной камере, не видно номеров, и невозможно распознать, что это за автомобиль. Факт ДТП во дворе запечатлен, а толку-то никакого. Видеонаблюдение в многоквартирных домах – тема сегодняшнего выпуска. Важные преимущества системы видеонаблюдения в многоквартирных домах – экономия на охранниках, сдерживание преступности, быстрое решение конфликтных ситуаций, обеспечение безопасности себе, своим близким и имуществу. Логичные пункты – в каких случаях камеры в подъезде и на фасаде дома помогали в решении проблем, а в каких нет. Реальные примеры далее. Я являюсь владельцем автотранспортного средства. Мне вот, допустим, что очень неприятно, когда выходишь из дома и видишь какие-то лишние царапины у себя на машине. Ну, у меня видеокамеры в дворе стоят в плане автомобиля. То есть где-то что-то могут повредить, то да. А так, я думаю, что камера больше не нужна. Видеонаблюдение оправдывает себя не только в плане фиксации порчи имущества во дворе, как на ладони каждый шаг чужих и своих. Было раскрыто тяжкое преступление, так как убийство. В одной квартире оперативники использовали наши материалы и смогли вычислить убийцу. Когда возникают вопросы с выносом мусора, и люди ставят в подъездах или возле урн, мы это тоже очень хорошо отслеживаем. И когда люди в грудь бьют себя, что это не мы и нет, а мы это все как бы делаем снимки и вывешиваем в подъезде. Говорим, это не вы, а кто же тогда? Жильцам этого дома на 50 лет октября 36 не пришлось скидываться на установку камер. Их поставила управляющая компания за счет средств арендаторов нежилых помещений. Оплачивают только ежемесячное обслуживание техники. В зону видимости попадают первые этажи подъездов и наружный контур здания. Это минимум, который директор ассоциации управляющей компанией Тюменской области рекомендует всем. Ну вот если мы посмотрим, какой порядок вот здесь во дворе, вот скажу, что видеонаблюдение это, наверное, 80% этого порядка. Потому что здесь никто не кидает мусор, посторонние не ходят. Потому что все это фиксируется. А если все безнадзорно и бесконтрольно, ну, соответственно, возникает желание у людей погадить. Тюменцы все чаще выбирают тотальный контроль за общедомовым имуществом. Как следствие, тенденция последних лет. Камеры появляются в лифтах. В зону видимости попадают не только первые этажи, но и все остальные в режиме онлайн следят за техническими этажами и кровлями. Вот подъезд. Из подъезда ведется наблюдение. Запись осуществляется по движению. То есть, когда кто-то приходит, эта запись сохраняется на жестком диске. И потом в журнале событий мы можем этот файл сохранить, скопировать, передать кому-то и так далее. Срок хранения видеоматериалов разный – от 30 до 90 дней. Для расследований хватает. Бывает, что результат от видеонаблюдения нулевой. Мы встретились с собственником, который через соцсети пытался найти очевидцев ДТП. А все потому, что правоохранительным органам, предоставленное пострадавшим видео, ничем не помогло. Ранним воскресным утром в припаркованную дому автомобиль врезалась другая машина. После нескольких неловких маневров виновник покинул место аварии и скрылся. Дело было во дворе дома Николая Ростовцева-2. Взяли видео со многих видеокамер, практически со всего периметра района Ямальский. Результаты никакого ни в одной камере не видно номеров и невозможно распознать, что это за автомобиль. Следователи даже посоветовали Сергея обратиться в управляющую компанию с вопросом о смене системы видеонаблюдения с более четким разрешением. Итак, подытожим видеонаблюдение в многоквартирном доме. По большей мере вещь полезная. Устанавливается система по решению собрания собственников. Оплачивается ими же. Сумма на закупку оборудования раскидывается на всех владельцев. А если у управляющей компании есть свободные средства, например, со сдачей в наем нежилых помещений, тогда профинансировать услугу можно за счет этих денег. Дальнейшее обслуживание включается в квартплату. Размер зависит от площади квартиры. Накануне голосования, судя по печальному опыту тюменцев, важно уточнить технические характеристики камер. Это была программа «Ты собственник». Всего доброго. До свидания.